Хвала всемогущему Аллаху, который создал этот мир и установил определенные законы мироздания. Наши молитвы и восхваления последнему пророку и посланнику Всевышнего Аллаха Мухаммаду салляллаху алейхи вассалям, который сказал, что лучший день, когда восходит солнце, это день пятницы. И именно в этот день есть час, когда принимаются наши молитвы, дуа. И да примет Всевышний Аллах наше сегодняшнее собрание на пятничный день в эту прекрасную мечеть. Дорогие мои братья и сестры, единоверцы, в первую очередь, позвольте поприветствовать вас и передать самые теплые приветствия нашего духовного лидера, председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнуддина с нашим братским приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракятов. И сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, по приглашению моего дорогого брата, друга Айнура Хазрата, муфтия Республики Башкорстан, сегодня я перед вами хотел прочитать пятничную проповедь. Я искренне благодарю за предоставленную возможность сегодня вместе с вами разделить этот богоугодный праведный час, когда Всевышний Аллах, иншаллах, нас собирает в этом месте, в лучшем из мест в мечети, где мы совершаем земной поклон. Во Вселенной царит порядок, все в нем упорядочено. Солнце восходит на востоке и заходит на западе. День сменяется ночью, земля вращается вокруг своей оси за 24 часа. В году 12 месяцев и так далее. Животный мир и мир растений, моря и океаны, горы и равнины, всевозможные законы физики и химии, математики и геометрии, и все законы Всевышнего Аллаха, которые Он установил во Вселенной, представляют собой гармонию и упорядочность. Как сказано в Священном Куране, в Суре «Аль-Мульк» «Стаизу биллях» «В творение милостивого ты не увидишь никакой несообразности, никакого изъяна или недостатка. Взгляни еще раз, видишь ли ты какую-нибудь трещину?» Говорит нам Всевышний Аллах в Священном Куране. Вся Вселенная работает по определенным законам, установлением Творца Всевышнего Аллаха. Люди, постигая эти законы, делают все новые открытия и изобретения. Только вдумайтесь, 100 лет назад не все люди знали про электричество, 70 лет назад телевизор казался чудом, 30 лет назад появились первые мобильные телефоны, а сегодня мы разговариваем по видеосвязи с человеком, который может находиться на другом конце света за тысячи километров от нас. Те общества, которые вкладываются сегодня в науку, в образование, в технологии, непременно прогрессируют, развиваются. Так было и с мусульманами в золотой век исламской цивилизации. Когда были сделаны тысячи открытий в математике, геометрии, физике, химии, астрономии, философии, написаны тысячи трудов по самым разным наукам, изобретены самые передовые технологии своего времени. Но, к сожалению, этот созидательный импульс первых поколений мусульман был утерян. И сегодня важно понимать, что для развития отдельного человека, общества и даже целой цивилизации в Всевышнем также установлены определенные законы. В Священном Куране эти законы названы как суннат-уллах, установление Аллаха. Если мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, вернуть былое величие нашей умы, и мы должны знать эти установления Аллаха и применять их в жизни, дорогие мои единоверцы. Эти законы неизменны и действуют для каждого человека, народа и цивилизации, независимо от того, верующие они или не верующие. Ибо Аллах в Священном Куране нам говорит, Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха, говорится в суре Аль-Фаттх. Каковы же эти установления Аллаха, утвержденные в его заключительном послании человечеству в Священном Куране? И сегодня, инша Аллах, мы рассмотрим некоторые из этих сунн Аллаха, попытаемся понять их суть, а также то, как можно и нужно применять их на практике в нашей повседневной с вами жизни. Одно из важнейших установлений Всевышнего Аллаха, его великих сунн, закон о том, что он не меняет положение людей просто так от того, что люди этого захотели. Ибо в Куране, я думаю, все вы знаете этот аят, который мы постоянно вам напоминаем, ау-зубилляхи мна шайтан и рожим, инна Аллаха ла югайру ма би ковмин, хатта югайру ма би анфусихим, садакаллаху лазим. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят себя самих, говорится в суре Аль-Рад. Если мы хотим лучше жить, безусловно, я думаю, каждый из нас стремится к этому, хотим быть крепкими, здоровыми, кто-то хочет иметь довольство, богатство, спокойствие, мечтаем о величии нашей уммы, то только следуя этому установлению Аллаха, можно добиться результатов, дорогие мои братья. Просто так само по себе ничего не поменяется, даже если мы очень сильно хотим. Однако, чаще всего мы просто, к сожалению, болтаем об этом, сидя где-нибудь за чашкой чая, размышляем об этом, о том, как надо сделать, как было бы хорошо и правильно так сделать, но при этом сами не прилагаем никаких усилий и ничего не делаем для того, чтобы стать лучше. Но лучший пример того, как надо на практике реализовывать установление Всевышнего Аллаха, субхану тааля, это, безусловно, наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, который сказал очень коротко, но понятно, привяжи сначала верблюда, а затем полагайся на Аллаха. Комментируя этот хадис, наш великий алим, муфти Резаудин Фахриддин, писал следующую, цитирую, «Если бы дела вершились лишь молитвой, без принятия необходимых мер, то наш пророк, саллиллаху алейху ассалям, не имел бы никакой необходимости усердствовать, а только бы молился. Ведь нет молитвы сильнее, чем молитва пророков». Но разве пророки, особенно заключительный посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, сидели, лишь предавшись молитве, и больше ничего не делали? Конечно же, нет. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям, никогда так не делал. И даже верблюда сперва велел привязать, а потом только полагаться на Всевышнего. Праведные халифы и сподвижники также предпринимали множество усилий, в поте лица преодолевали трудности, а они были в первом ряду тех, кто по-настоящему полагался на Всевышнего Аллаха. Поэтому нужно в первую очередь дисциплинировать себя, привести в порядок дела, найти свое призвание и каждый день развиваться в этом направлении, которое ты выбрал для себя, взяв тем самым ответственность за это перед Аллахом, субхану атааля, уммой и всем нашим обществом. Наши умы нуждаются в грамотных программистах, адвокатах, инженерах, математиках, физиках, мыслителях, интеллектуалах, архитекторах, предпринимателях и так далее. И если ты избрал для себя профессию, пусть будет строителя, то будь лучшим в своем деле. Если ты врач, приумножай свои знания, практику, овладевай новыми технологиями и возможностями. Если ты встал на путь знаний, неважно, религиозных, естественных наук, то будь лучшим учеником, не будь недоучкой. Кем бы ты ни был, никогда не обманывай и старайся делать свою работу наилучшим образом. Всегда стараясь не только заработать, но и принести пользу людям, нашему обществу. И тогда, безусловно, всемогущий Творец, Всевышний Аллах изменит как твое личное положение, даровав душевное счастье и материальный достаток, так и положение уммы, страны и общества. Наглядный пример. Вы, наверное, все слышали, есть такое государство Сингапур, 14% населения которого являются мусульмане. Президент, кстати, Сингапура – женщина-мусульманка. Более 100 лет эта страна была британской колонией. Получив независимость в 1965 году, она считалась одной из беднейших стран мира и не имела никаких природных ресурсов. Вы представьте, даже обычную воду и строительный песок они были вынуждены покупать из-за границы. Вот все, что необходимо. Обычную воду. Страна задыхалась от коррупции, беззакония и уличной преступности. Но люди в какой-то момент решили, что так больше нельзя, надо что-то менять. Началась активная модернизация страны, тотальная борьба с коррупцией. Люди начали реально вкладываться ради будущей своей страны. Повсеместно устанавливался принцип верховенства закона и равенства всех перед законом, включая высших чиновников, своих родственников. Коррупцию изживали радикальными методами, невзирая на высоту положения и родственные связи. Уличные банды были разогнаны и посажены в тюрьмы. Ответственным чиновникам подняли в разы зарплаты. Судьями назначали самых порядочных и честных юристов. И сегодня Сингапур стал одной из самых развитых экономик мира с минимальным уровнем коррупции и преступности. И все это стало возможно тогда, когда каждый, отмечу, каждый человек, каждый гражданин этого государства стал работать над собой. Ответственно и честно трудиться. Так работают сунна Аллаха. И чем быстрее мы, мусульмане, поймем эти установления, будем ответственны перед Всевышним Аллахом, будем им следовать, тем быстрее наше положение изменится в лучшую сторону, иншаллах. Очень важно мусульманам сегодня быть социально активными, не закрываться только в стенах наших мечетей, общин, своей активной жизненной позиции, участием в общественной жизни, успехами в науке, спорте, служении Отечеству, своим трудолюбием, порядочностью, верностью, данному слову и красотой нрава склонять к себе сердца людей. Это очень важно, дорогие мои единоверцы, показывать красоту ислама своим личным поведением. Поверьте, это лучшая проповедь. Еще одна важнейшая сунна Всевышнего, особенно актуальна для нашей общины в настоящее время, это, конечно же, единство наше. В суре «Аль-Анфаль» в 46-м аяте Всевышний Аллах повелел нам следующее. «Ауза биллях на шайтану ражим» «Повинуйтесь Аллаху и его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Не припирайтесь, не разделяйтесь, оставьте свои личные интересы позади, а вперед поставьте интересы уммы, интересы мусульман. Даже если вы имеете собственное воззрение на какой-либо вопрос, умейте уважать точку зрения другого и не делайте это причиной вашего разрыва с другими людьми. Не провоцируйте раздоры и фитну. В татаро-башкирском языке такой фольклор, поговорка «Айрлганне аю ашар» «Бюлянгянне бюре ашар» это, в принципе, показывает характер, что мы ни в коем случае не должны разделяться и ни в коем мере не стараться провоцировать смутные конфликты. Это очень актуально для нас сегодня, дорогие мои единоверцы. Столько течений, столько джемаатов, у каждого свои признанные шейхи, устазы. Одним это нравится, другим те нравятся. Эти руки и так держат, это не так держат и так далее. И все это, это не просто, к сожалению, в последнее время стало очень много споров на эту тему, но, как мы уже отметили, все это просто бесполезно, но и катастрофически вредоносно для нашей уммы. Мы начинаем зацикливаться на этих мелочах, и потом начинаются ссоры и конфликты. Как много людей отворачиваются от ислама, видя эти ссоры и разногласия. Как теряют авторитет и уважение в глазах власти многочисленные разрозненные наши общины. Это суннат-уллах, установление Аллаха на земле, о чем мы сегодня говорим. Если нет единства, если постоянное препирательство, если нет признанного лидера, то у общества не будет единого духа, и его постигнет слабость и болезнь. Не случайно, что в конце процессированного аята Всевышний Аллах говорит, саизу билля, «Уасберу инн Аллаха ма ссабирин» «Будьте терпеливы», ибо Аллах с терпеливыми. Поэтому очень важно уметь с терпением относиться к точке зрения другого, терпеть тех, кто по каким-то причинам тебе не нравится, особенно в делах нашей мусульманской общины. Только на основе терпеливого отношения друг к другу, к нашим уважаемым имамам и муфте, мы сможем вместе снискать довольство и помощь Всевышнего Аллаха и добьемся уважения других к умме и ее процветанию. Ярким примером силы единства может служить история наших соотечественников, оказавшиеся после революции в Японии, отбросив в сторону все мировоззренческие и политические разногласия, они сплотились вокруг единой цели – служения религии. И за несколько лет добились колоссальных результатов. Ислам был признан правительством тогда очень закрытой, многоконфессиональной страны. А в Токио в 1936 году нашими соотечественниками, выходцами с наших земель в Токио в Японии была построена первая красивейшая мечеть с миноретом. И после ее официального открытия ислам стал признанной официальной религией Японии. И так далее. И это можно продолжать. Сегодня на самом деле очень много таких ярких примеров, когда наши с вами соотечественники для того, чтобы не терять свою самоидентичность, религию, нацию, они сплачивались и делали такие важные поступки, как строительство новых мечетей и по всему миру. И хотел бы привести яркий пример нашего посланника Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям, и из истории первых мусульман. В восьмом годах хиджры, это уже после того, как пророк, саллиллаху алейху ассалям, переселился из Мекки в Медину, прошло восемь лет, мекканским многобожникам, как мы знаем, нарушили худайбийское примирение с мусульманами, оказав помощь против союзного с мусульманами племени. Посланник Аллаха предложил курайшитам либо выплатить возмещение за убитых из племени хузаитов и расторгнуть союз с враждебным племенем, либо справедливость будет восстановлена по ходу мусульман на Мекку. Курайшиты отказались выплатить компенсацию за убитых их семьям. Тогда пророк, саллиллаху алейху ассалям, собрал своих верных сподвижников и двинулся в путь на Мекку. В армии посланника тогда было 10 тысяч человек и состояло из представителей разных племен. Это были люди, беспрекрасовно подчинявшиеся Всевышнему и его посланнику. В их среде царила атмосфера взаимной любви друг к другу во имя веры и единства духа. Рядом с пророком находились полностью закованные в доспехи ансары и мухаджары. Увидевший этот отряд, один из главарей многобожников Мекки Абу-Суфьян, он уже тогда принявший на этот момент ислам, воскликнул, «Никому не одолеть этих воинов». На подступах к Мекке пророк назначил командиров отряда воинов Халлида ибн Анвалида, Аз-Зубейра, Саада ибн Убаду и приказал им не сражаться, если только с ними не начнут сражаться. То есть они должны были только защищаться, но не нападать первыми. Перед тем, как мусульманское войско вошло в Мекку, был объявлен комендантский час, чтобы избежать столкновений жертв. Каждый, кто не будет выходить на улицу, а укроется у себя дома, либо в доме у Абу-Суфьяна, либо внутри Кабы, будет в безопасности. Мусульмане вошли в Мекку с четырех сторон и почти не встретили никакого сопротивления. Это случилось 20-го числа месяца Рамадана, 8-го года Хиджри, в день пятницы. Посланник Аллаха, саллиллаху алисалям, вернулся в свой город, из которого много лет назад уходил слабым, гонимым и притесняемым. Он претерпел столько унижений, оскорблений от своего народа и теперь возвращался во главе огромного войска вместе со своими сподвижниками, готовыми ради него на все. И как же входил посланник Аллаха в Мекку? Он сидел на верблюдеце, низко склонив голову, как при земном поклоне, в знак благодарности Всевышнему Аллаху. Его подбородок почти касался седла. Посланник Аллаха являл собой образец скромности и смирения. Один знак от пророка и его благородные сподвижники стерли бы с лица земли этот город до основания, но он едет, склонив свою благословенную голову до седла и восхваляет Всевышнего. Дойдя до Каабы, пророк, саллиллаху алисалям, в окружении ансаров и мухаджиров сделал обход вокруг Каабы. Там были на тот период расставлены каменные идолы. И тогда пророк, говоря, сказал «Явилась истина, изгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель». Благородный пророк простил злодеяния мекканцев и многолетнюю вражду курайшитов. Он обратился к ним со словами «Я скажу вам то же, что сказал пророк Юсеф, алейхиссалям, своим братьям». А мы помним эту историю, когда родные братья Юсефа его пытались уничтожить. И Юсеф, алейхиссалям, своим братьям ответил, и пророк эти слова повторил. «Идите же вы свободны». То есть не стали мстить, не стали наказывать за те злодеяния, которые были и в адрес Юсеф, алейхиссалям, предприняты его родными братьями, и также в адрес нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям, опять же его родными и близкими и жителями Мекки. Жители Мекки после таких жестов, после таких, можно сказать, примеров, жизненных примеров, приняли ислам и присягнули посланнику Всевышнего. Дорогие мои братья-единоверцы, этих сун Аллаха очень много. Например, Аллах в Куране, в Суре Ибрахим говорит, «Ла ин шакартум ла азиданнакум» «Если вы будете благодарны, то я, говорит Всевышний, одарю вас еще большим». Или в Суре Аль-Хадж «У аля янсуранна Аллаха ман янсуруху» «Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему». Сегодня в нашей пятничной проповеди мы рассмотрели лишь некоторые из них, и подводя итог, я хотел бы напомнить еще раз эти сунны. Первое. Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Просто так ситуация не поменяется. Необходимо улучшать свои отношения с Аллахом, работать над собой, стараться стать лучшим в своем деле, быть социально активным, не ограничиваться лишь посещением мечети только лишь по пятничным дням. Ибо красота нашей религии, и ислама должна проявляться в нашей каждодневной созидательной деятельности. Дома, на улице, на работе. Мы должны ежедневно показывать ислам своим поведением, своими делами, своими словами. И вторая сунна, которую мы сегодня озвучили, взаимоуважение и любовь между братьями. Это залог единства и силы духа мусульман. Не следует пререкаться и спорить только из-за своих каких-то личных интересов. Строить догадки, домыслы, не понимая истинной сути происходящего. Не думать плохо о своих братьях, применять правила хоснузан, не создавать смуту в обществе. Если есть какие-то вопросы, открыто задавать своим братьям. И, конечно же, интересы уммы, это единство мусульман, всегда должны быть выше личных, корыстных целей. Содействие и помощь только от Всевышнего Аллаха.